бум коллеги приветствую я александр молчанов и каждый кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях получить сегодня подарок от вселенной также я напоминаю что полным ходом идет набор на онлайн-курс по написанию романа в нашей сценарной мастерской если вы хотите написать роман издать и сделать его бестселлером если вы хотите сделать это в нашей сценарной мастерской под моим присмотром то проходите по ссылке в описании подайте заявку и займите место на курсе пока его не занял кто-то другой так проверю что-то восклицательный знак как он хочет слышно ли меня видно ли меня друзья да спасибо за поздравления с утра сегодня получаю 49 раз я описал круг вокруг солнца так что окей все слышно мы продолжаем собираюсь отметить 17 килограмм километровой пробежкой сразу же после окончания этого урока так идем дальше вопрос друзья вот смотрите вы посмотрели на своего будущего читателя и далее в описании не все но кое-кто кое-кто из вас действительно приходит сюда для того чтобы поработать вопрос изменилось ли у кого-то из вас ваше представление о вашей будущей книге после того как вы посмотрели на вашего будущего читать может быть кто-то понял что этот читатель вашу книгу читать не будет или наоборот может быть появилась ясность с тем чем зацепить вашего читателя вот изменилось ли что-то после того как вы посмотрели на своего читать так стало понятнее что нужно включать в книгу сто процентов окей хорошо ален не изменилось так ok есть немного изменилось понимаете в чем штука зачем почему это важно вообще дело в том что пишущие люди это странно немножко да но в большинстве своем читатели думают не об интересах читателя думаю только о своих интересах как автора да то есть я пишу так как хочу о том о чем пишу да то есть я выражаю себя да на своем собственном языке который я создаю а читателя я вообще не учитываю да то есть это не значит что мы должны думать только о читателе да потому что чаще всего когда когда мы начинаем что называется думать о читателе да мы опять же воображаем себе какого-то несуществующего читателя да и стараемся себя ломать под этого не существующего читателя да условную бабу манию да перед перед телевизором телеканала россия да для которой для которой мы пишем наши сериалы да и пишем наши книги на самом деле это все не так да и на нам не надо себя ломать надо научиться находить компромисс между тем что мы хотим как авторы и тем что читатели хотят от нас да то есть не 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 скажем так понятно что то что мы с вами делаем да это тут это тоже мы немножко какую-то проекцию такую рисуем да то есть мы выдумываем какого-то персонажа но даже уже в таком виде уже довольно полезное упражнение да что мы хотя бы на какой-то момент вспоминаем о том что у нас есть какой-то читатель да и в дальнейшем естественно нужно все время свою связь с этим читателем поддерживать не значит что нужно себя себе там ноги обрубать и голову обрубать до в угоду читателю но учитывать наличие этого читателя и вот что дальше с этим читателем делать да то есть с ним нужно познакомиться с ним надо подружиться и дальше мне очень нравится я не помню у кого я это видел мне кажется что у юлиана семенова да а дальше нужно потянуть этого читателя на себя да то есть не идти за читателем да а вызвать его доверие и потом после этого за собой его повести через свою книгу сильные авторы это делают нагло да то есть лев толстой он вас просто зашквар не берет тащить через свой роман да то есть если вы читали войну и мир но я исхожу из того что читали скорее всего да он впервые в первом романе да ты в него влезаешь просто ты вылезть из него не можешь до 1 1 том читается не оторваться да то есть он вас хватает и тащит за собой а потом со второго тома он начинает вам начинает то ради чего он все это затеял до начинает вам рассказывать все свои мысли умные конечно же и важные до которые вы непременно должны усвоить да то есть понятно что лев толстой да это сильный автор могучий автор который вас хватает и тащит за собой не все вы такие же не все мы такие же да но это вот именно то что нам надо сделать да нужно не забывать на своем лидерстве авторском а то есть учитывать наличие читателя но не забывать о своем лиде лидерстве насколько понятна эта мысль если понятно напишите понятно а если есть какие-то вопросы то задайте вопросы потянуть читателя на себя да понятно хорошо идем дальше теперь я попрошу вас по вот что дальше с этим упражнением сделать друзья вот кто из вас почитал домашки коллег и увидел такую вещь что вот знаешь дружок вот я вижу вот я читаю твою домашку я понимаю что так ты не решишь проблему своего читателя надо бы как-то по-другому вот было ли у кого-то из вас такая хитренькая мысль хитренькая мысль да надежда пишет в нлп так и делают подстройка и видение да я в свое время даже сформулировал такую мысль что путь к сердцу мужчины лежит через подстройку и видение вот с читателем тоже сам это подстройка и видение совершенно прав было ли у вас кто-то такой да если кстати говоря вы не читали домашки ваших коллег я советую почитать обязательно советую это делать да неоднократно было конечно вот смотрите да мы вот понимаете да люди которые находятся вокруг вас на этом тренинге они не глупее вас по большинстве в большинстве да то есть мы сумме плюс-минус где-то где-то там примерно в одних школах учились примерно одни же университеты заканчивали примерно одни книги читали примерно в одном и том же порядке да то есть плюс-минус мы где-то да я предполагаю что лесорубов неграмотных здесь все-таки нет да но тем не менее да когда ты смотришь на то как то есть то есть вот вы делаете свою домашку и думаете о блин я вот все очень четко понимаю а потом вы рядом смотрите как люди делают ту же самую домашку и думаете блин нет так у тебя так это не сработает и вот что я попрошу вас сделать и унести это задание с собой с с урока не мы не будем это сейчас делать да но я хочу вас заранить такую мысль попробуйте вот таким же умным взглядом да то есть вы сейчас таким умным взглядом и все понимающим посмотрели на домашки своих коллег вот таким же умным и понимающим взглядом посмотрите на свою домашку да и может быть вдруг вы увидите то же самое да вы увидите что они тут вот тут надо поменять и счет надо поменять и вот тут надо поменять да и возможно то что уже изменилось на вашей вашей будущей книге изменится еще раз к лучшему и в результате к чему мы должны понять да мы должны определить какая главная проблема вашего читателя и каким образом ваша книга решит эту проблему насколько понятно это задание если понятно напишите что понятно если есть какие-то вопросы то задайте вопросы да поэтому вот я я всегда очень очень осторожен и аккуратен с любой обратной связи и стараюсь по возможности стараюсь давать обратную связь в виде вопросов они видят директивных указаний хорошо идем дальше так окей теперь сегодня мы с вами будем говорить об образе автора ну вот вы с вами мы с вами да все здесь собравшиеся мы очевидно что интересуемся писательским мастерством вот давайте я вам покажу двух авторов вот вы видите учебник по сценарному или писательскому мастерству да то есть ваша тематика да то есть понятно что вы уже заведомо этой темы интересуетесь да скорее всего и вы незнакомая фамилия автора и вы смотрите переворачиваете книгу и смотрите на информацию об авторе и вы видите давайте так я скажу так и тот и другой я вам два варианта дам до 1 и 2 и тот и другой вариант это реальные персонажи существ персонажи существующие в реальности и вот буквально этими словами описывающие себя один персонаж номер один автор книги по сценарному или писательскому мастерству номер один автор многочисленных снятых сценариев драматург успешный драматург пьесы которого вовсю ставят в театрах в россии и в европе автор многочисленных книг бестселлеров автор номер один автор номер два человек который прочитал много книг по сценарному и писательскому мастерству вопрос чью книгу вы купите автора один или автор номер два напишите в чате первого логично да очевидно хотя при этом на самом деле качество книги может быть плюс-минус одинаково как ни странно потому что я думаю что можно написать книгу по сценарному мастерству просто читая книги по сценарному мастерству нет это не один и тот же человек причем вот это прочтение книг по сценарному мастерству это действительно очень не такая не такой редкий случай да когда люди так себя презентуют я знаю одного автора бизнес-книг который прочтение книг по бизнесу считает своим главным конкурентом преимуществом то есть он прям рекламирует и говорит что ребята я прочитал в этом году там не знать 300 книг по по бизнесу поэтому типа я крут и вы должны мою книгу по бизнесу тоже купить и покупают кстати говоря то есть смотрите да действительно первый автор это я да то есть я рассказываю про себя определенную историю то я 10 ничего из этого не является неправдой да то есть действительно фильмографию мы их пожалуйста посмотрите до драматур пьесы тоже постановки все известны многие из них можно в интернете посмотреть да то есть это не не выдуманные какие-то воображаемые постановки до роман и бестселлеры тоже заходишь на озон смотришь забиваешь поиски и видишь нас смотришь на значок бестселлера тоже как бы все очевидно да при этом например я не рассказываю когда я продаю книги свои по сценарному писательскому мастерству я не рассказываю о том что я был главным редактором журнала крокодил да я не рассказываю о том что у меня например двое детей один улук да я не рассказываю о том что я бегаю 17 километров в день то есть я здесь могу это рассказать или в блоге у себя написать да хоть то хоть другое хоть третье да но когда я продаю книгу я об этом не пишу почему потому что это не имеет никакого значения да теперь давайте попробуем определить концептуально как вы думаете какой автор гарантированно получит читателя у какого автора гарантированно вот какую бы книгу он не написал вне зависимости от качества вне зависимости от тематики эту книгу купят так жду известного известно совершенно верно до того как кто уже создал себе репутацию совершенно верно у звезды да например ну я внимательно слежу за всем что происходит в жанре детектива давайте мы попробуем там вынести за скобки там политику и так далее и так далее да а говорить именно вот о практических вопросах да есть телеведущий владимир соловьев и он достаточно известный телеведущий и он мне на самом деле а я не не являюсь большим поклонником его журналистского таланта да там политически мы него не очень с ним совпадаем да и манера ведения программы тоже мне не очень нравится так аккуратно выражусь но тем не менее он не очень симпатичен тем что он пишет книги да то есть и скажем так если бы он не писал книги да ему бы это пошло на пользу да ну вот ему нравится писать книги и он пишет их сам вот и и вот именно и вот этим желанием да такой вот этой в хорошем смысле графомании он не очень симпатичен и как вы понимаете да известный телеведущий пишет детективный роман и вот заходит человек в книжный магазин и видит лежат детективный роман там 10 авторов петров иванов молчанов и там владимир соловьев и человек не будет смотреть да то есть не будет выбирать а вот я хочу почитать детектив например да вот это тут смерть на берегу мертвого моря а тут он называется что-нибудь там блондинка которая исчезла не знаю что не такое да и вот я смотрю и думаю вот это или этот роман не взять ну пофиг да не из-за названия человек купит да то есть человек если там жанр этот любит да то он уже как бы расположен к этому жанру но он видит знакомая фамилия известный человек владимир соловьев телеведущий дата скорее всего значит если он хороший телеведущий то скорее всего логично что он и роман написал хороший что на самом деле но никакой связи между этим нет да но тем не менее и соответственно дать человек берет и покупает этот детективный роман и читает его да то есть когда узков написал роман главный редактор жен сейчас он журнала forbes раньше он был не помню тоже какой-то же ну я его знал как журналиста да вот он написал роман не стало интересно сразу же я прочитал когда бершицкий написал бывший главред ведомости тоже написал роман тоже мне стало интересно я прочитал когда курицы замечательный колумнист известный в свое время написал акварель для матадора так тоже такой постмодернистки детективный роман да мне тоже сразу же интересно что он такого написал да то есть если человек известен то чтобы он написал не написал он сразу же будет получать преимущество по отношению но перед кем бы то ни было да то есть кто там сейчас у нас на слуху ольга бузова например да если ольга бузова напишет роман о чем угодно не уверен что я его прочитаю да поскольку ее литературное творчество для меня авторитетным не является да но тем не менее да я понимаю что ее там скорее скорее десятки тысяч людей и и прочитать чем десятки вопрос друзья мои вопрос знаменитый ли вы а вот как раз ангелина пишет да я пальцем в небо ткнул да и оказалось что попал в бузову раскупили на ура хотя там другой человек содержание известного шоу пересказал да я читал его книгу написано легко я тоже что я какую-то его книгу читал он он талантлив безусловно да если человек от соловьева тошнит а это у многих наоборот никуда вот это это так работает провокация да то есть он работает провокативно а провокации мы с вами говорили где мы с вами говорили о провокации где-то мы говорили а на годе денег мы говорили о провокации если интересно там можете послушать отдельный урок был как раз о провокации урок назывался скандал сейчас не буду просто пересказывать не знаменитые да на годе денег я рассказывал хорошо дальше автор у которого есть уникальная история о которой все знают да то есть если у вас есть какая-то какой-то опыт который вы прожили да например волк уолл-стрит волк уолл-стрит да у чувака уникальная история он не был знаменит но у него была уникальная история он ее достаточно грамотно рассказал до написал книгу бестселлер и по этой книге бестселлеру был снят фильм известность скарсет да или например вы излечились от рака да то есть у вас есть какой-то достаточно уникальный опыт да или вы перегоняли коней в степи да то есть интересно или вы работали стриптизера тоже интересный какой-то опыт да и вот вы об этом пишите да и сразу же становится интересным вопрос если у вас уникальная история которую вы можете рассказать своей своей книге и соответственно привлечь внимание людей однажды на день рождения мне подарили стихи джигурды прикольно в узком кругу не как писателя как доктор вот смотрите что касается узкого круга я вам об этом вчера говорил да то есть если вы например есть какой-то узкий круг в котором вы являетесь авторитетом да если вы напишите какую-то книгу которая будет важна для этого узкого круга то вы не только можете эту книгу продавать своем узком кругу в этом да но и продавать ее сильно выше рынка например я интересовался этой темой именно монетизации книг я знаю книги которые но есть книга которая стоит 1000 евро например да у игоря манна была книга по клиента ориентированности она стоила я сейчас боюсь ошибиться по моему не сорок ли тысяч рублей около этого или 20000 рублей то есть но понятно что так сильно-сильно выше рынка книга без бюджета у него стоила там тоже пом 600 долларов что ли она тогда стоила я не помню сколько это сейчас в рублях это типа так какой 2008 год была есть книга есть такой юрий юрий мороз или юрий морозов я не помню точно как как правильно фамилия его называется бизнес-тренер у него есть книга это не стратегия она стоит по моему около 60 или 50 тысяч рублей у нее продает я в ридерро ну я дружен с основателем ридерро сашей касьяненко не ридерро на самом деле началось букваря сценариста да то есть букваря сценариста такой прото ридерро и я у него спрашивала а есть ли какие-то книги которые вот ну стоят заметно дороже изданы через ридерро и стоят заметно выше условно говоря тысячи рублей он мне сказал что да действительно есть такие книги которые там стоят тоже под 100 тысяч рублей книги с разными схемами лечения для для медиков в коммерческой медицине и они в паблик вообще не продаются то есть они продаются только по закрытым вот я и он обошел вопрос было ли это в ридерро или это где-то еще потому что вполне может быть что там еще с регулированием какие-то проблемы есть а вот но вот да действительно можно если вы в своей нише книга обязательно для читателя да вы можете цену поднимать достаточно высоко так уникальная история есть 25 лет работы в органах да отлично это отличная это самое отличный опыт так рассказать не могу или документы подписаны или там тайна пациентов пациентов даже лучше так каждая личность уникальна в чем-то уникальна да в чем-то нет тут это вопрос такой немножко философский да уникальна ли как даже был такой парадокс да что если найти самого скучного человека мире до мистера скучмена то он тем самым сразу же станет интересе так самая уникальная история нельзя рассказывать замешаны знаменитости есть известность городе как говорит гэндальф хорошую историю не грех плюс приукрасить мне нравится больше высказывание героя тротуарной империи иноха наки томпсона когда он рассказал явно выдуманную байку ему кто-то из его коллег сказал что такого не было никогда не позволяет правде испортить по-настоящему хорошую историю так не получается найти такой историю сейчас поищем и наконец да то есть первое это знаменитый человек 2 это автору которого есть уникальная история и 3 это автор который сам по себе является истории да то есть который сам себя свое общение с окружающим выстроил как историю да то есть найти историю в себе да то есть я транслирую свою историю людям да то есть я все время рассказываю о том до 25 кадром транслирую историю про то что я вот такой-то чувак родился в деревне до от деревни дошел до мировых столиц до добился успеха не имея ни знакомств ничего заработал и деньги и славу и все на свете да то есть все все чего хотел все своим трудом всего добился да если я это смог то значит сможете вы вне зависимости от того какие у вас позиции важно понимать что сегодня автор это не просто человек сегодня автор это медиа помните маршал маклевин говорил да что медиа медиа из месседж да то есть когда вы читаете сообщение в условно говоря фолькшер биобахтер да это одно сообщение да когда вы читаете в газете правда да это совершенно другое сообщение на самом деле с тех пор со времен маклевина многое изменилось и сегодня медиа больше не является месседжем почему потому что мы все сообщения все месседжи мы получаем более или менее из одного источника из нашей ленты да то есть и неважно лента ли это в фейсбуке лента ли это в контакте лента ли это в телеграме да то есть у нас по большому счету как ни странно до выбор источника очень сильно сузился да и осталось фактически там 5-6 вариантов да действительно в этих 5-6 вариантов каждый сам для себя подбирает ту картину мира которую он хочет видеть да то есть в том же телеграме условно говоря в одном и том же медиа да в телеграме вы можете себе сделать абсолютно либеральную глобалистскую и так далее и толерантную картину мира да либо наоборот абсолютно но в любую скажем так в любую сторону до чтоб не не слишком вас к текущей реальности вернуть то есть любую картину мира вы можете себе подобрать и при этом да мы начинаем замечать что важно не медиа а важен автор с которым вы взаимодействуете то есть если вы например условно говоря читаете акунина или читаете юрия подоляку или читаете там еще кого-то не знаю кого да вот вы его читаете или смотрите там например на ю тубе да вот он там на ю тубе вы смотрите youtube потом он переходит в телеграм да подоляка перешел в телеграм да вот вы его смотрите в телеграме акунин изначально он был в жиже да у него был было довольно много читателей да потом из жиже люди перешли в фейсбук и он тоже перешел фейсбук я не помню я должен по-моему упоминать о том что это запрещенная экстремистская соцсеть да вот он перешел в запрещенную соцсеть и вся аудитория перешла за ним facebook и я прекрасно понимаю что например если вдруг про чечай не акунин захочет перейти вконтакт как кто лукьяненко например дауок я никому тоже был в жиже доктор ли всегда потом он перешел в фейсбук и аудитория перешла за ним фейсбук этом он и с фейсбук а перешел вконтакт сейчас он вконтакте у него там вся его аудитория находится и читает его там вконтакте то есть медиа это не площадка до площадка это только то что доставляет контент да но больше не является медиа а медиа вы для себя формуле формируете сами да если вы хотите читать например акунина вы читаете акунина если вы читаете лукьяненко да вы читаете лукьяненко и можете сделать так что да можно сделать себе трансляцию да если вам удобнее в телеграме да можно сделать себе трансляцию в telegram например хоть акунина из фейсбука хоть лукьяненко из вконтакта да и сидите читать так там где вам удобно и получается такое да что вот автор он вокруг себя собирает такой шар аудитории который с этим с этим автором перемещается насколько понятна эта мысль если понятно напишите понятно если есть вопросы то задайте вопросы я читаю молчанова да вот смотрите молчанов тоже он был в жж до и из же он переместился в фейсбук да сейчас он из фейсбука переместился сюда у меня в фейсбуке аудитория была там по 300 тысяч подписчиков да сейчас там нет аудитории да то есть мы до сих пор еще там что-то какие-то материалы выкладываются да но там уже никто ничего не читает все читают здесь да все знать что я сейчас вот здесь на этой странице вконтакте и мы достаточно быстро большую часть аудиторию сюда сюда переместили но кому неудобно тех телеграме читают так есть то есть вот ваша задача да тоже стать таким автором со своей аудитории которую вы будете за своей за собой из соцсети в соцсеть при необходимости переносить до чтобы вы не идентифицировали себя с той или иной соцсетью а идентифицировали себя с самим собой до любая соцсеть это только инструмент и соответственно да когда у вас есть отношения с аудиторией до аудитория легко переходит за вами из соцсети в соцсеть в этом случае вы дальше ей продаете все что вы можете и хотите продавать от книг до концепции теперь я попрошу вас сейчас посмотреть на себя я буду задавать вам вопросы и вот я прошу вас из скажем так сопоставляя с тем читателем которого вы описали да то есть посмотреть на себя глазами этого читателя и задача описать себя так как читатель чтобы читатель хотел быть на вас похожим да как человека у которого есть что-то что хочет иметь читатель и там могут быть совершенно не очевидные вещи например там ну скажем вот у меня были какие-то там не знаю я член союза писателей член союза кинематографистов да и я к этому относился как бы я в союз писателей я вступил для того чтобы попасть к бесплатному стоматологу смешно сейчас про это говорить но действительно это так в поликлинике литфонда да и в итоге я так так и не дошел так и не вступил поленился вступить в литфонд потом и записаться в эту поликлинику как-то у меня руки не дошли до из стоматолога нашел другого хорошего платного и все все сделать все что мне надо было до в союз кинематографистов я вступал для того чтобы ходить бесплатно на премьеры в дом кино вот это же парадоксально пока я не вступил я в дом кино в этот пробирался всеми правдами и неправдами и смотрел там и фестивали и фильмы и премьеры смотрел да как только вступил как отрезала ни разу ни разу там не да и я к этому всегда относился ну ну член ну и что ну как бы меня удостоверение ребенок разгрыз как-то его не восстановил там взнулся плачу только вспоминаю они напоминают про это да и когда я общался с кем-то из коллег и кто-то такой типу ничего себе это член союза писателей у член союза кинематографистов я такой ну вот оказывается видимо для кого-то это важно да надо наверное упоминать об этом то есть вот посмотрите таким вот непредвзятым взглядом на себя и спросите что у вас есть такого чего нет у ваших читателей но что они хотели бы приобрести до некая суперспособность некая супер сила которую бы вы могли показывать и говорить что вот у меня это есть да у тебя этого нет если ты купишь мою книгу ты можешь это приобрести что у вас такое есть какая у вас есть супер сила суперспособность так крутой гештальтерапевт да хорошо это скорее для нонфикшен нет ну хемингуэй например да он нонфикшен писал да но он был крутой мужик которого любили бабы грубо говоря если уж упростить дай жил очень интересной жизнью и люди которые читали хемингуэй они именно вот этого от его книги хотели так выгляжу на 15 лет младше они будет слишком нескромно ребят вот давайте скромно нескромно да вы книги продавать хотите да вообще книги книги писать и продавать это вообще скромно если хотите быть скромным да ну сидите в келье и молитесь богу на вот единственная деятельность которую можно назвать скромной все остальное нескромно так умение меняться осваивать новые а вопрос вот читатель захочет уметь меняться и осваивать новое он купит у вас это так пережитый синдром спасателя не продали не провод ну и что но пережили синдром спасателя и что так птицы феникс опять же смотрите вот форму формулируйте владею техниками возрождение себя из любой самой страшной жизненной ситуации да вот делайте 10 упражнений и из любой в жопу просто взлетаете взлетайте вверх вертикально так воображение и умение создавать логичные и продуманные миры на мой взгляд слишком абстрактно так умение придумывать другие жизни и погружать в них читателей может быть так то есть люди хотели жить как ну естественно естественно да то есть вот смотрите это такая очень часто в бизнес литературе рассказывается этот пример приводится поэтому я его не люблю но он довольно характерный до какова аудитория целевая мотоциклов харли-дэвидсон да то есть понятно что сразу же приходит в голову что ее покупают байкеры харли-дэвидсон покупают байкеры до который на на этих харли-дэвидсона гоняют через америку черта с 2 в основном харли-дэвидсона покупают клерки которые раз в год надевают кожаную куртку садятся на этот харли и едут вокруг свои своего города до громко сигналя вот это 90 процентов покупателей харли-дэвидсона соответственно покупатели книг хемингуэя это не брутальные мужики которых любят бабы да это закомплексованные мужчины которых женщины не любят вот и которые это компенсирует через чтение книг хемингуэя еще раз понятно что это далеко не все про что хемингуэй да он еще помимо этого да как большой сложный и хороший писатель он еще много про что да например тот же там старик и моря который я считаю конечно безусловным шедевром да но это вот одно из того про что хемингуэй и за счет чего он имеет свою популярность такую которую например никогда не имел фолкнер который уж по таланту то совершенно точно ему как минимум равен так вдохновляю всегда добиваясь поставленных целей может быть многозадачность веду 6 проектов параллельно при этом тренируюсь и высыпаюсь может быть глубокая эмпатийность умение смотреть и видеть глубоко почему люди должны это ну как бы это за это людям зачем эмпатийность так мне в мои 59 дают 30-35 может быть да если вы особенно если вы пишете книгу об омоложении да вполне опыт с набором ошибок тоже здесь бы я конкретизировал да то есть но условно говоря если тоже здесь есть у нас на самом деле не не очень как бы к опыту у нас почему-то в нашей русской традиции дав постсоветской даже я бы сказал у нас почему-то пережитый опыт считается скорее признаком слабости да то есть если ты у тебя было много фокапов да значит и дурак да ты совершал много ошибок на самом деле везде в мире да чем больше ты ошибок совершил тем больше твоя ценность да и мне очень нравится когда какой-нибудь маркетолог пишет чтобы я типа слил впустую там 10 миллионов долларов на рекламу вот и я сразу же включаюсь да то есть я понимаю что если ты слил если это правда если ты действительно слил 10 миллионов долларов впустую на рекламу это значит что теперь ты умеешь настраивать рекламу да и то же самое в жизни да например если ты там 10 стартапов открыл и у тебя там все они прогорели да то и один выстрелил например да если все пока прогорели то скорее всего и 11 прогорит до если ты говоришь что у меня было 10 стартапов один из них выстрелил да скорее всего наверное вы что-то в стартапах все-таки поняли так опыт взаимодействия с мужчинами разных культур религий очень круто очень круто да с учетом того как сейчас мир глобализируется и как быстро сегодня люди меняют там общество да и как надо учиться быстро входить в новое в новое какое-то комьюнити дай быстро понимать как она устроена как она работает да это может быть очень уникальной компетенции так читатель глядя на меня хотел бы сохранять оптимизм несмотря ни на что находить себе смелость браться на новые для себя дела надо посмотреть действительно ли это так ну может быть да но надо посмотреть а что именно что именно дает вот это этот оптимизм так есть история на реальных событиях мой опыт и он подойдет для вас да то есть если она есть то конечно да мои читатели восхищаются знакомством с популярностью с популярной личностью нежели фактом написания и им книги смотрите книга это и есть способ знакомства с популярной личностью да то есть книга то есть близкое знакомство даже более близкой чем личное общение так лицензированный частный детектив похоже на сто процентов сразу вот сразу продано я лицензированный частный детектив продано ну все если вы пишете книгу на какую-то причем я понимаю что скорее всего получить лицензию на частное детективство да но это задача техническая да то есть для этого нужно там сделать 1 2 3 4 да и получить ее да как например там я получал лицензию на образовательную деятельность тоже стоило денег это время было затрачено да но я ее получил и соответственно там для многих людей там в инфобизнесе например я сразу же перешел на другой уровень лицензированный частный детектив сразу же круто так круто разбираться в своей специальности интересная жизнь за счет свободного графика может быть особенно для людей которые работают на работе так умение принимать ситуацию как она есть слишком абстрактно да то есть нет нет драмат драматического перепада здесь умею выставлять границы эффектно их отстаивать тоже не выглядит как уникальная компетенция да то есть каких ситуациях вот это умение выставлять границы чем я понимаю что в жизни ценное достаточно умение да но опять же есть вещи которые люди не не воспринимают как уникальное так получила карту полика но для тех людей которые например хотят это да то есть хотят иммигрировать да то есть я например вот никак не хочу иммигрировать и в планах никогда не не имел это да то есть поэтому ну вот я так ну карта полика ну окей хорошо да то есть и вот для тех и это довольно много людей до которые например не ну и все устраивает да я они никогда не хотят никуда переезжать для этих людей сразу как бы просто пустой звук так очень продуктивный писатель а вот эта продуктивность да она в чем выражается например вот есть писатель который я запамятовал к сожалению фамилию причем самое забавное что он мой земляк он жил в поселке литига там 50 километров от сам же и он написал роман за 80 часов и попал в книгу рекордов гиннеса вот я прям запамятовал я к сожалению фамилию да вот эта продуктивность да или семенон который там писал романы писал тоже в огромном количестве да он сидел печатал на машинке и роман тут же уносили в набор в стеклянном кубе он сидел писал да то есть вот это это был такой аттракцион жордж сим он тогда еще был вдохновляю на доброту вопрос хотят ли люди вдохновляться на доброту хотят ли они это купить встала на ноги после тяжелой болезни опять же для людей которые это самое так насчет эпатажа ребят не буду сейчас эту тему раскрывать я в соответствующей теме подробно рассказывал этот механизм до механизм провокации в урок под названием скандал в годе денег начав делать что клуб что нравится стало все меняться к лучшим тоже понимаете это слишком слишком абстрактно да то есть зацепиться не за что так опыт работы в экстремальных ситуациях да интересно так обожаю дима михайло не могу ничего сказать поскольку мне не знаю кто это никак не могу прокомментировать умение найти выход из любой ситуации так вопрос разве фантастика может вызвать желание стать похожей на авторе ну конечно же разумеется разумеется очень многие фанаты стивена кинга хотят быть похожими на стивена кинга да ну например зарабатывать миллионы как стивен кинг так окей хорошо я все не буду комментировать да я просмотрю домой рекорд роман задутся 21 день очень хорошо хорошая хорошая скорость у меня рекорд романа за 40 дней а книг книг у меня рекорд три книги за один день и все три изданы все три стали бестселлеры так что 11 хорошо идем дальше теперь вот супер способность супер сила до соответственно нужно эту супер способность транслировать вашу да и показывать вашим читателям что она у вас есть дальше следующий следующий элемент который должен быть у героя да то есть мы с вами конструируем ваш образ для ваших читателей как образ героя следующий элемент который должен быть героя это тайна да то есть это что то что мы не показываем что мы скрываем и вот это не показываем и скрываем как мы это делаем Мы не просто не показываем, а мы говорим, мы демонстративно говорим, что, ребят, вот сюда не лезьте, да, то есть у меня здесь есть что-то, да, есть какая-то жизнь, да, но я в нее никого и никогда не пускаю, да, то есть у меня, например, для меня это семья, да, то есть я могу там показать какую-то там фотку с жены, да, но по большому счету там никто не знает, какие у нас отношения, да, что там между нами происходит эти 23 года, да. Да, я говорю, что у меня есть двое детей, да, но больше подробностей никто не знает, да, я не посчитал там фотки своего внука там и так далее, и так далее, да, то есть это часть моей жизни, она полностью закрыта для всех окружающих. Вот что еще, что есть у вас, что в вашей жизни вы транслируете как тайна, и обязательно должна быть какая-то часть, то есть, ну, в моем случае это как-то всегда было еще с журналистских времен, это вопрос безопасности, да, что нельзя показывать семью, потому что, ну, это просто опасно. Да, да, у меня были случаи, когда мне там прятать семью приходилось, поэтому это вот с тех пор привычка. Может быть что-то еще, может быть что-то другое, да, то есть, например, вы работали где-то, да, где, там, о чем не можете рассказывать, да, подписка, а не разглашение. Я не могу рассказывать о том, как я работал на государство с 1994 по 1996 год, например, да, при том, что в реальности вы там, например, варежки в колонии шили, да, то есть, можно и так. Да, личная жизнь. Ну, чаще всего, да, личная жизнь. То есть, обязательно должна быть какая-то часть, которую вы скрываете, и вы сразу же говорите, что, ребята, вот сюда не суйтесь, да. Акунин, кстати говоря, тоже, когда выстраивал свой медийный образ, достаточно сознательно, да, у него это очень грамотно сделано. Вот, он сразу же сказал, что, типа, ребята, личная жизнь полная, полностью табу. Да, то есть, никаких вопросов о личной жизни в интервью, да, и эта тема полностью закрыта. Так, что делать, если вообще не хочется афишировать себя как автора? Писать переданем и не светить в социальных сетях? Ну, да, разумеется. Да, то есть, посмотрите, вот, Пелевин, например, да, нулевая активность в социальных сетях. Да, самый, наверное, известный русскоязычный писатель, да, вообще никак, никак не светится. Другое дело, что Пелевин начинал в до, время до социальных сетей, да, и сейчас, наверное, уже сложно так сделать. Потому что были авторы, которые пытались пройти этим же путем, да, путем Пелевина или путем Акунина, да, сначала под псевдонимом, а потом раскрыть псевдоним. В общем, ни у кого не получилось. Но я думаю, что можно, я думаю, что можно сделать такую вещь. Думаю, что можно сейчас, да, то есть, если грамотно это все сделать, да, вполне можно построить виртуальный образ, да, виртуального персонажа, виртуального автора, да, придумать ему виртуальную биографию, да, и управлять этой виртуальной биографией, живя в совсем другой какой-то жизни. Сейчас скажу, есть, есть такие примеры, такой полной анонимности. Элена Ферранте, например, да, моя гениальная подруга, мне очень нравятся и романы, и очень нравится сериал, который снят по этим романам. Да, никто не знает, кто она такая, да, хотя там можно догадаться, можно предположить, потому что, ну, отпечаток личности автора книга несет, естественно, да, там есть версия, что это там какая-то переводчица там и так далее, и так далее, да, но вот ей удалось полностью закрыть себя от этой самой. Да, вот, кстати, Вадим Зеланд, тоже замечательный пример, да, тоже, да, вы написали три книги за один день, это как простить. Ну, это, конечно, читерство, да, это не совсем книги, да, то есть это книги полноценные, это сборники упражнений. Они называются «Прокачай в себе писателя», «Прокачай свои деньги» и «Прокачай себя». Вот три книги, они все три были изданы в издательстве «Эксмо», все три стали бестселлерами, если интересно, они, наверное, еще есть на Озоне, можете их заказать. Вот они все три написаны за одно утро. Я тогда проходил адскую неделю и вставал в пять утра, и вот одно из заданий, которые я для себя придумал, да, вот челлендж, сделать три книги. Вот за утро все эти три сборника упражнений были написаны. Создать это какого Бэнкси от литературы, да. Так, глюкозу поначалу скрывали. Да, сначала скрывали, потом раскрыли. Да, Макс Фрай тоже поначалу скрывался, да, и там вот я узнал про Макса Фрая от человека, который торговал книгами на рынке. Он сказал, что это коллектив авторов. Потом я узнал, что там вроде два автора, и потом второй автор отвалился. Да, вот чат ГПТ может несколько романов за день написать. Ну, наверное. Наверное, может. Или скоро сможет. Хорошо, дальше. Теперь, есть ли у вас цель? Есть ли у вас цель, к которой вы стремитесь? У меня долгое время, я как цель декларировал создание универсальной системы повышения продуктивности для творческих людей. Есть ли у вас какая-то цель, которую вы людям транслируете? Сейчас я нахожу, я считаю, что в принципе цель достигнута, которую я формулировал. Система сформирована, да, то есть все, она дальше работает уже. Она изложена в моих книгах, в тренингах бесплатных и платных. И можно другую цель поискать. Сейчас я себе ищу другую цель. Пока не нашел. Да, Чарубина Дегабрия, кстати, тоже прекрасный пример. Написать роман это не цель. А почему я, как читатель ваш, должен этой цели сочувствовать? Хочу полететь в космос. Хорошая цель, там нарисовать картину. Да, классная цель, интересная. Стать писателями и режиссером. Почему мне должно быть интересно, чтобы вы стали писателями и режиссером? Вот мне, читателю вашему. Да, то есть вот моя цель, которую я формулировал, да, она, почему она интересна людям, которые, моей целевой аудитории? Потому что они потребители этой системы. Да, то есть они, я и создаю эту систему, да. Да, часть этой системы, вот год денег, ВП и так далее. Да, вот этот тренинг, который вы сейчас проходите, да, это тоже часть этой системы. Да, поэтому вы заинтересованы в том, чтобы я ее создал. Так, популяризировать свой авторский мир. Почему мне это должно быть интересно, как читателю? Цель есть. Ребят, напишите цель. Создать систему по выводу бухгалтеров из офисов в свободный график. Супер, офигенная цель, мега вообще. Вот сразу продано. Вот одной фразой вы сразу продали всю концепцию. Вообще без вопросов. То есть, если я бухгалтер, сидящий в офисе, мне это сразу должно быть интересно. Так. Популяризировать свою разработанную систему работы с личными границами. Тоже здесь, вот, я, в принципе, там, ну, сделав некое усилие, Алена, я могу понять, что вы хотите сделать, да. То есть, здесь, мне кажется, что надо упаковку как-то докрутить, да. То есть, какой-то, какой результат. Вот эта ваша система работы с личными границами. Она, она что принесет, да. То есть, вот, моя система, да, она про что, да. Чтобы у вас не было состояния не пишется, да. Чтобы вы писали в любом состоянии. Вот здесь то же самое. Вот эта система работы с личными границами, да. Я, опять же, интуитивно, я чувствую, что там есть, как бы, там есть что-то, да. Что может быть важно и нужно. Не могу понять, а зачем это. Так, жизнь в гармонии с собой и с миром. Миру от вашей гармонии что с того? Хочу мира во всем мире. Классно, супер. Вообще, вы обозначили одну из трех вообще мировых проблем. Да, мир во всем мире. Продолжение, продление жизни, да. И полет человека в космос, да. Жизнь человека в космосе. Вот три задачи человечества на сегодня. Да, то есть, создать такую политическую систему, да. Или религиозную систему, да. Или общественную систему, которая обеспечит мир во всем мире. Возможно ли это? Я думаю, что возможно. Да. Существующая система мира во всем мире не обеспечивает. То есть, очевидно, что то, что называется демократией, да, не является системой, обеспечивающей мир во всем мире. Хочу показать, что российские авторы могут точно так же писать, как американские типа Армин Троуд. Я не знаю, кто такой Армин Троуд, но мне кажется, что российские авторы, начиная с 19 века, показывают то, что ни один американский автор не способен писать на уровне русских авторов. И, на мой взгляд, сегодня тоже ни один американский автор не может писать на уровне российских авторов. Можно по поводу Франзена спорить или Донны Тартт. Я не помню, Донна она американка или британка, но в целом американская литература, на мой взгляд, ни с европейской, ни с русской литературой, даже близкой не сравнима. Так. Восстановить социальную привлекательность журналистики. Понятная цель. Так. Стать популярным писателем на литплощадках и написать книгу, инструкцию об этом. Да. Вот вторая часть. Сразу интересно. Да. Сделать мир более безопасным. Фактически то, о чем я выше сказал. Так. Система принесет уверенность в себе и радость жизни. Не совсем понимаю, какая цель может быть у фикшн-литературы. Нет. У вас. Какая цель у вас? Цель у фикшн-литературы, смотрите. Во-первых, это может быть эскапизм. Да. То есть, условно говоря, детектив вы читаете, да, уютный детектив, накрывшись котом. Да. Может быть такая цель у фикшн-литературы? Да, может быть. Цель дать определенную эмоцию какую-то. Да. То есть, вот как мы говорили, да, в случае с Стивеном Кингом, да, некая компенсация за счет эмоций. Может быть? Может быть. Научить чему-то. Может фикшн-литература? Может. И так далее, и так далее. То есть, довольно много задач фикшн-литературы решает. Так. С помощью своих текстов сделать мир более комфортным местом. Увеличить количество счастливых людей. Так. Книга о легком переезде в другой город. Сразу продана. Очень круто. Так. Как не вовлекаться в конфликт мастерски из него выходить? Сразу продана. Так. Рай на земле. Слишком абстрактно. Работа. Ну, может быть, да. Работа с подростками через театральную деятельность. Может быть. Как сформулировать цель, если речь о художественной литературе? Можно, например, скажем, на основе Улицкой или Яхиной. Ну, мне сложно и в том и в другом случае. Да. Поскольку творчество Улицкой я знаю слабо, а творчество Яхиной слишком, слишком хорошо. Да. Ну, вот я выше сказал по поводу целей. Просто не хочется сейчас конкретик углубляться, чтобы не переключаться. Так, способ. Какая цель у краеведческой литературы? Смотрите, хороший вопрос. На самом деле, я считаю, что краеведческая литература очень важна. Да, она повышает ценность места для самих людей, которые там живут. Вот смотрите, я жил, я 10 лет жил в Вологде. И для меня, когда я там жил, да, для меня было очень важно, что Вологда – это не просто захолустный город, да, в котором ничего не происходит, а это еще город, в котором жил Ремезов, например. Да, и в котором Ремезов написал, там, пруд, например, да, главный свой роман. Понятно, что он был ссыльным в этот город, да, но тем не менее, там Ремезов был в то время один из любимых моих авторов, я по нему диплом писал, да, и так далее. Мне было важно то, что Иван Грозный там чуть не сделал столицей Вологду. Это тоже для меня было важно, да, что это город, который мог стать столицей. Что, ну и так далее, и так далее. Да, то есть вот повышение ценности места в глазах людей, которые там любят, которые там живут. И, например, когда я про свой родной поселок, про свою сямжу, я узнал о том, что, опять же, когда я жил там, я этого не знал. Я узнал, что там было двое, два святых в 15-м, по-моему, веке, или в 16-м, в 15-м веке, там было два святых в этой сямжи одновременно. Да, что там были люди, которые выходцы из сямжи, которые про них тоже не рассказывали, потому что они были сыновьями священника местного. Да, и в 30-е годы, я думаю, что они просто своими корнями не гордились, да. Которые стали крутейшими инженерами по два брата, да. Один турбинами занимался, другой торфом, да. И это, да, то есть, что наш маленький поселок, он дает людей, которые достигают больших-больших-больших высот. Да, и это людей в своих глазах очень сильно приподнимает им такие, а, знать Ирландии не такая уж большая дыра, не такая уж там плохая дыра, если сюда заплывают акулы. Поэтому вот, мне кажется, это главная цель краеведческой литературы. Так. Хорошо, идем дальше. Вопрос, есть ли у вас недостаток, который вы можете показывать людям? Ну, я, например, мой недостаток очевиден, мне кажется, всем, да, я слабый достаточно спикер, поскольку я большую часть жизни сидел на кухне и писал, да, а не выступал перед людьми. И внезапно, несколько лет назад, да, я был вынужден начать выступать, вести вебинары, там, и так далее, и так далее. Первые мои вебинары, я боялся включать видео, да, я включал только аудио, многие из вас, может быть, застали тот период. И в мастерской у нас тоже сначала было только, только аудио, видео не было, да, потом вроде как постепенно перестал стесняться, да, но, тем не менее, я продолжаю быть довольно-таки слабым спикером. Да, я этого, опять же, не скрываю, я всегда про это говорю, что ты, да, да, я херовый спикер, но за счет того, что я говорю, дело, меня слушают. Вот у вас какой, какой, какие недостатки. Так, вспыльчивая, плохо отношусь к критике, лень. Целый список. Вот выявите какой-нибудь недостаток и пиарьте его, рассказывайте все время про этот недостаток. Например, у меня один из менторов моих, один из учителей, он всегда опаздывал. И его опоздания просто входили в легенду. Например, он мог на назначенный вебинар, на 10 утра был назначен вебинар, он мог прийти на назначенный в 10 утра вебинар в 2 часа ночи. И я помню просто один из таких вебинаров, когда там 7 утра, не 7, а 5 утра или уже там 6 утра, да, то есть он, вебинар должен был начаться в 10 утра, начался в 10 вечера. Да, вот мы сидим, и я сижу, уже засыпаю, естественно, поскольку я жаворонок, но дико интересно. И сидишь, слушаешь, и значит, я пишу, что, типа, ребят, я тут сижу в кресле, я уже засыпаю, не знаю, что там, в глаза спички вставить. Вот, и мне, значит, какой-то чувак там в чате пишет, ответ говорит, ребята, у меня в деревне интернет ловит только на дереве. И я, говорит, сейчас сижу на дереве и пишу это с телефона. И я понял, что у меня еще не самый страшный случай. Вот, да, и он, вот это свое опоздание, да, он все время везде пиарил. И когда он приходил, его там в какой-то крупный государственный консалтинговый проект приглашали, он сказал, ребят, я буду всегда, я всегда опаздываю. Вот, и понятно, что это не, а у вас тут система, там, то все, 5-10, да, и одним вот этим своим, как бы, я всегда опаздываю, он свою ценность сразу же поднял раз в 5. Как ни странно, да, то есть не, ах, вы опаздываете, мы вас будем штрафовать, нет, мы так вас хотим, что мы готовы терпеть ваши опоздания. Так, скупость, боюсь проводить прервные эфиры, страх начинает новое, пишу с ошибками. Вот, кстати говоря, для писателя шикарный, вообще шикарный недостаток писать с ошибками, будучи писателем. Это прям вообще супер. У меня есть один знакомый писатель, не буду говорить кто, который пишет с чудовищными ошибками. То есть за него редакторы все время из запятые расставляют и опечатки исправляют. Так, слишком много увлечений, да, может быть, боюсь быть навязчивой, не могу ли спать пораньше, боюсь хейтеров. Косоглазие, ситуативный страх публичных выступлений. Окей, идем дальше. Вот у нас есть с вами суперспособность, есть тайна, есть недостаток, есть цель. Вопрос, есть ли у вас враг, есть ли вот кто-то, с кем вы сражаетесь, кому вы бросаете вызов. Условно говоря, порвать Голливуд или сломать систему. Есть ли у вас какой-то враг, очевидный враг, которого вы показываете, да, показываете, что... Вот это враг, с которым я сражаюсь. Прокрастинация. Сама себе. Ребят, вот сам, сам сражаюсь сам с собой, это плохая, плохая, это самое. Плохой пример, потому что вы, когда сражаетесь сами с собой, да, вы всегда, всегда проигрываете. Поэтому сам с собой, это самое... И в кино, кстати говоря, в кино тоже начинающие сценаристы. Вот каждый второй пишет. Главный враг моего героя, он сам. Ребят, внутреннего конфликта в истории не может быть внутреннего конфликта. Да, вам надо внутренний конфликт переводить во внешний. Да, вам надо показать с кем-то, кого-то, с кем вы деретесь, с кем вы сражаетесь. Человек, организация какая-то, да, то есть кто-то, с кем вы... Наркотики у близкого человека, например. Система, в которой я служил, например. Четвертая стадия онко, например. Против мужа, он не уважает писательство. Классный, классный сюжет. С родителями. Люди, которые не видят чудеса и фэнтезийные миры. Очень хорошо. Например, я, когда начинал, да, я бросал вызов. Я не обозначал прям как врага, да, потому что там, ну, ковгику, например, я с большой нежностью отношусь к своей альма-матер, да. Но в традиционной системе кинообразования, да, то есть я по-прежнему как считал ее неэффективной, так и считаю ее неэффективной, да. То есть в ГИК, да, он как образовательная система абсолютно неэффективен. Да, то есть наша мастерская там в тысячу раз эффективнее. Да, то есть я выпускаю сценаристов там один в одиночку, да, без там поддержки большой команды, да, и так далее, и так далее. Я в один из работающих сценаристов выпускаю больше в три-четыре раза, чем в ГИК. Поэтому... И еще денег у государства за это не прошу. Поэтому, конечно, конечно, я сражаюсь с традиционной системой образования. Но в целом, да, концепция такая, да, что нужно культурно победить империализм, да. То есть существует культурный империализм, да, и существует давление довольно-таки примитивной американской культуры за счет маркетинга большого, да. И я считаю, что этот империализм, да, он очень сильно в последние 30 лет нанес большой вред мировой культуре, да. И вот эта монополия Голливуда, она должна быть разрушена. И сейчас некоторые предпосылки этого есть, да. Я смотрю, что происходит в Китае, я смотрю, что происходит в Индии, смотрю, что в нашем кино происходит, да, смотрю, что в Африке происходит, да. И я уверен, что это, конечно, пойдет на пользу всем читателям и зрителям во всем мире, да. То есть, вот, соответственно, мы... Есть такой большой враг, что называется, порвать Голливуд. Ну и опять же, да, некоторые предпосылки для этого и в нашем кино есть, да. То есть, фильм «Чебурашка», который, на мой взгляд, достаточно хорошо сделан именно с точки зрения сценария. К сожалению, это не мои ученики написали. Если бы мои, то я очень гордился бы этим, да. Но вот фильм собрал у нас больше, чем у нас собрал «Аватар». Замечательно. И дальше таких проектов будет больше. И, конечно, это нашей индустрии пойдет только на пользу. Теперь вопрос, враг, да. Сформулируйте, пожалуйста, как будет выглядеть ваша победа. Вот что в мире изменится, если вы победите? Если вы победите вашего врага, да, что в мире изменится? Вот я для себя понимаю, да, моя победа, да, мир станет более разнообразным. Будет больше интересных и разнообразных текстов, фильмов, да, концепций, споров, да, на культурные темы, да. Естественно, будут наиболее жизнеспособные концепции, они будут брать вверх. Так, что происходит в африканском кино, где нужно это посмотреть? Очень мало информации. Я кое-что выкладывал. Посмотрите в интернете кино Нигера. Нигерийское кино. Там огромная кинематография, которая очень интересно развивается. Я прям не могу вам просто не полезу сейчас ссылки искать. Тем не менее, ни с кем не сражаюсь, просто рядом создаю другую систему. Так. Люди начнут думать своей головой, не ведясь на пропаганду. Люди начнут счастливее и увереннее, станут счастливее и увереннее в себе. Появится больше счастливых людей. Школа перестанет быть каторгой для школьников и учителей. И когда вы это сделаете, позвоните мне, и я ребенка отдам в вашу школу своему. Потому что это беда, конечно, то, что со школой творится. Так. Старости болезни. Так. В мире найдут... Станет больше любви и доверия друг к другу. Человек сможет развивать именно свои уникальные способности, не уходя в аскезу. У мира будет больше на одного хорошего писателя и сценариста. Подростки будут больше доверять миру и родителям. Так. Жду еще. Пишите. В правоохранительных органах будут служить не случайные и компетентные люди, которые будут видеть в людях людей, а не палки. Супер. Люди будут сильными и свободными. Мир женщины станет более интересным. Бухгалтеры смогут выбирать удобную форму работы, станут счастливыми. Так. Окей. Появится несколько значимых мировых проектов, направленных не на потребление, а на здорового физически и психологически человека. Сформулирую. Грамотный переход русскоязычной девушки в эмиграцию на Западе к мужчине. Мужчинам иностранцам. Люди научатся слушать и слышать друг друга. Мне не очень нравится. В вашей формулировке, вот эта, Ксения, есть какой-то сексизм такой. Что русскоязычная девушка может перейти в эмиграцию только к мужчине иностранцу. Мне кажется, что, да, это какой-то, вот, то, как вы сформулировали, да, в этом какой-то есть какая-то проституция какая-то, извините. Да, да, хорошо. А может ли русскоязычная девушка, да, может быть, захочет завести роман с другой русскоязычной девушкой в эмиграции, например, да, или иноязычной девушкой. Да, тут как быть? Ваш подход уже не подойдет к ней, да. А если, например, у девушки уже есть муж и ребенок, да, то все, ваш подход тоже уже не подойдет. Вот мне кажется, что осторожней с этим все-таки надо. Вот прям реально я какое-то такое пренебрежение здесь вижу интересами русскоязычных девушек. Так, чтобы не сказать больше. Так, люди научатся слышать и слышать друг друга. Родители больше будут прислушиваться к детям и считаться с их интересами. Мой враг физический мусор, победа чистая планета. Так, границы государств будут не нужны. Я надеюсь дожить до этого момента, когда будут отменены границы государства. Тоже есть у меня такая утопия. Так. Хорошо. А русскоязычные мужчины, Ксения, могут заинтересоваться вашей системой? Например. Так. Окей, хорошо. Теперь. Я вас скоро уже отпущу. Я понимаю, что я вас мучаю, мучаю. Но поверьте, это все очень не бесполезные вопросы, которые мы с вами разбираем. И гораздо больше пользы в вашей работе, нежели когда вы сами формулируете что-то про свою книгу, нежели я вам просто выйду и полтора часа буду что-то вам рассказывать, какой-то контент. Теперь. Как будет выглядеть ваше поражение? Вот если у вас не получится, что произойдет в мире, изменится или наоборот не будет чего-то, да? То есть вот если у меня не получится, чем это плохо? Так, будет больше здоровых людей, люди будут уважительно относиться к городам, где живут. Так. Кто-то это сделает без на меня. Ну, нам пофиг. Но если вы не сделаете, сделай тот и другой. Ну и почему мы должны хотеть, чтобы вы это сделали? Так. Нет, потому что у меня нет опыта с позиции русского мужчины в эмиграции. Еще раз, смотрите, меня немножко не это смущает. Меня смущает то, что вы эмиграцию рассматриваете именно как единственный способ эмиграции через, что называется, эмиграция половым путем. Да, а это вовсе не, как бы, ну, нет ли в этом сексизма? Так, так спрошу уж напрямую. Да, это выглядит как сексизм. Для меня, во всяком случае. Я понимаю, что я, в общем, со своими феминистическими взглядами, наверное, может быть, могу выглядеть странно, но тем не менее. Вот такие они у меня есть. Так, кто-то это сделает вместо меня. Блогинг победит журналистику. Тоже, смотрите. Да, все, понял, согласен. Да, годится. Люди будут продолжать принимать химические таблетки, продолжать болеть. Так, люди будут продолжать страдать от неуверенности в себе. Внешне ничего не изменится, но и мир лучше не станет. Опять же, смотрите. А хотим ли мы, чтобы мир стал лучше? Если хотим, да, то надо сказать, что... А вот это не изменится. Вот это плохое останется в мире. Люди будут продолжать страдать от неуверенности в себе. Если у меня не получится, все останется как есть. Вот опять же, смотрите. Вот все останется как есть, да, значит, нам надо обозначить проблему и показать, что эта проблема у вас останется. Так, система и так лежит на боку. Вообще завалится, начнется хаос и беспредел. 90-е покажутся райским местом. Хорошо. Люди будут продолжать мучить друг друга и убивать природу. Так, так и будем жить в своих футлярах. Еще раз, ребята. Если вы оставляете все как есть, да, то есть не будет хуже, но останется все как есть. Нужно обозначить проблему и показать, что вот эта проблема, да, она есть и она у вас останется, если я проиграю. Да, то есть, если я проиграю, да, то писатели так и будут голодать всю свою жизнь. Да, и будут продолжать свои голодные мета-стратегии, да, голодающие бедные мета-стратегии, передавать их дальше, заражать этими мета-стратегиями всех своих потомков. Так, люди будут разрушать места жительства, женщины будут скучать. Большое количество условно-среднестатистических персон не получит возможность сделать свою жизнь выдающейся. Так, очень хорошо. Люди не смогут найти поводов для радости в привычном мире. Поражение, встреча с Богом, который спросит, зачем я ходила на землю. Так, люди будут деградировать. Большинство людей будут жить только развлечения прибыли. Так. Очень хорошо. Учителя будут вешать ярлыки и мучить школьников, а школьники ненавидят школу. Супер, супер, отлично. Ну, вот самое главное, мне кажется, что принцип вы самое главное поняли. Хорошо. Теперь домашнее задание. Вот ваша история должна доказывать читателю, что вы можете решить проблему читателя. И вот исходя из того, что мы с вами сегодня проговорили и сформулировали, я попрошу написать в свободной форме о себе так, чтобы вы выглядели как человек, который может решить проблему читателя. То есть представьте, что вот ваша книга выходит, ваш бестселлер выходит. И на обратной стороне вам надо про себя написать. Немножко. Там, 10 строчек. И вот наша с вами задача сейчас эти 10 строчек написать. Так, чтобы человек купил книгу. Да, то есть и что-то, когда вы это сформулируете, что-то немножечко изменится и в вас, и в том, как вы себя представляете и понимаете. И то, как вы будете представлять свою будущую книгу. Вот все, что я вам сегодня хотел сказать. Понятно ли домашнее задание? Если оно понятно, напишите, что все понятно. Если есть вопросы, то задайте вопросы. Сейчас я добавлю домашнее задание в описание. Напишите в свободной форме о себе так, чтобы вы выглядели как человек, который может решить проблему читателя. В форме такой, это не аннотация называется, а об авторе на вашей книге. Хорошо, друзья мои. Да, мини-реклама самого себя. Совершенно верно. И самое главное, конечно, я рассчитываю на то, что это будет реклама самого себя для себя. То есть, что вы для себя, себя немножечко порекламируете. И может быть, немножко как-то по-другому начнете себя понимать. Все, большое вам спасибо за внимание. Спасибо вам за ваши вопросы. Спасибо вам за ваши ответы. И увидимся завтра в 12.00 на следующем уроке тренинга. О, самое главное забыл. Ребят, продолжается набор на курс по роману. Там сегодня уже что-то приходили, какие-то оплаты вчера приходили. Ссылка у вас перед глазами. Если думно, то присоединяйтесь. Будет прикольно. Пока-пока.